Современно японских технологий в здравоохранении, в образовательной деятельности Ярославского региона уже перевалило за 20 лет, об этом не сегодня мы поговорим. Но сегодня у нас такая достаточно юбилейная встреча. Именно поэтому мы сегодня встретились не в помещении нашего катастрофического церка ни на территории Ярославской областной онкологической больницы, а именно как помогали главным корпусом Ярославской областной медицинской академии. Это связано с тем, что это не хорошо и плохо, но время идет быстро. И уже в прошлом 5 лет, как на базе академии, реализовался и начал в полный период работать новый проект, новый совместный проект Ярославского региона, Ярославской медицинской академии, правительства Росславской области, иностранный проект, я не имею в виду эндоскопические учебники, которые, собственно говоря, деятельность, которые получила достаточно серьезное развитие. И самое главное, за это время мы обосли друзьями, последовательными. Нет уже не первый раз большого количества стран, как дальнего, так раньше, как и наше постсоверское пространство. То есть, иными словами, достало время подвести. Нет риторий, некие задумки на будущее. Вот, наверное, будет плюс, естественно, рассказать о тех сентиментах технологий, о тех достижениях, которые мы реализовали за эти 5 лет, и которые мы будем реализовать дальше. Поэтому, вот, наверное, главный формат, главная есть мотива, главная особенность сегодняшней нашей встречи. И прежде чем приступить к реализации нашей повестки дня, возможно, поставить президент. Прежде чем приступить к реализации нашей повестки дня, заместитель губернатора Росстатской области, Александр Николаевич Ильич Ильич Ильич. Президент Росстатской государственной медицинской академии, академии, уже теперь Российской академии наук, Юрий Васильевич Ильич Ильич. Ректор Российской академии постепенно образования, академик Российской академии наук, Лариса Константиновна Машекова. И, наверное, два дорогие гости, вот, профессор 2-го иита. Я вам не расскажу, но я еще раз, например, профессор 2-го иита за эти 5 лет провел 12 семинаров и мастер-классов на территории нашего центра. Мы, как мы и проще, под ним мы работаем, как мы и уже так, и для меня, благодаря чему, собственно, в многом бизнесе в России в том числе. Спасибо. Кроме того, здесь у нас в академии в качестве почетной гостей присутствует заведующий кафедрой эндоскопии российской академии после дипломного образования профессора Андрей Михайлович Ильич Ильич Байк. Старший научный турбик российского полка Центра имени Балахина Михаил Сергеевич Болгенков. Значит, в пути, значит, в пути. Профессор международного центра университета города Шукури Святого Васильевна Гартуевна. Ряд других коллег. Консультант института университета университета учебного центра по вопросам администрации стажевого кафедрога. АПЛОДИСМЕНТЫ Ряд других сотрудников, давайте мы сегодняшний шаг, готовы сдавать. Остановимся и начнем в результате нашей сегодняшней повестки дня. Итак, у нас сегодня, как бы, юбилея, юбилея и работа ровно. В начале мы обозначим вот эту историческую часть, после чего перейдем уже в той части повестки дня, в которой реализуются содержательную часть в том, в форме эндоскопии, обназовательной научно-медицинской новости, которая реализуется в Гославском регионе. Ну и прежде чем приступить непосредственно к реализации повестки дня, позвольте предоставить слово Александру Николаевичу Семенову, совместительному губернатору Ярославского хозяйства. С большим удовлетворением, подлинной правительской Ярославской области, я хочу вас поприветствовать в стенах Ярославской государственной академии Ярославской земли. Ну, в тот век, когда интернет заполодел все, и мы с вами видим те маленькие перегибы, когда нам показывают на телевизору детей, которые не умеют общаться, а умеют только играть в компьютер, традиция проведения таких конференций, она дорогого стоит. потому что вы можете здесь общаться, общаться вживую, обмениваться знаниями, обмениваться опытом и показать непосредственно, как можно уходить делать то, что, наверное, трудно показать по интернету. Поэтому правительство всегда поддерживало, поддерживает и будет поддерживать не только развитие информатизации интернет на территории Ярославской области, но и проведение вот таких человеческих, живых конференций. Поэтому я с большим удовлетворением объявляю конференцию открытой и желаю вам всяческих в этом плане успехов. Спасибо.